Всем привет! Сегодня будет такое немного необычное видео. Почему необычное? Потому что необычная для меня тема. Хочу открыть новую рубрику. В этой рубрике будут различные видео на различные темы. Но не косметические, а больше, наверное, душевные, духовные, какие-то психологические. Мне надоели все видео, которые про косметику. Я остаюсь также любить косметику и макияжи, и все, что с этим связано. Но поднадоело это все. Многие видео однотипные. Больше меня привлекают, опять же, влоги. Я думаю, по моему каналу заметно, что я стала снимать больше влогов. Да, они не несут какой-то информативности, как видео с какой-то косметикой. Это какие-то обычные дни, это обычная жизнь. Кто-то хочет ее выставлять на всеобщее обозрение. Кто-то хочет как-то обыграть какое-то видео, сделать его смешным, интересным, либо просто обычным. У всех влоги разные. Не знала, какую тему выбрать. И первое, что приходит вообще в голову, это распространенная такая вот проблема. И многие блогеры даже снимали на эту тему много видео. Вопрос состоит в том, как быть уверенной. В основном этот вопрос волнует молоденьких девочек, школьниц, тех, кто в университетах, наверное, в институтах учится. Сразу скажу, я не психолог, у меня нет 10 высших образований. Я не имею специальных навыков для того, чтобы что-то советовать, что-то кому-то где-то указывать, тем более куда-то направлять. Я могу поделиться своим опытом и надеюсь, что мой опыт, в принципе, кому-нибудь из вас поможет. Кто не знает, меня зовут Полина, мне 30 лет. Я два года живу уже в России. До этого я жила на Украине. Украина — это моя родина, и я, как и все остальные, конечно, скучаю за родиной своей, как, в принципе, и все. Я там ходила в садик, я училась в школе. Мне не довелось получить высшего образования в силу каких-то обстоятельств жизненных. Но вот какой-то школьный опыт, какие-то школьные переживания я могу с ними поделиться, потому что, мне кажется, самые ранимые девочки и также мальчики, они именно вот в возрасте школьном. Начиная с класса, наверное, пятого, и вот уже пока не закончат школу. Школьники, которые у нас есть сегодня, да, я смотрю на них и вижу также себя. В школьные годы я была такая же, практически такая же, за исключением, конечно, каких-то мизерных моментов. Все мы переживаем практически одни и те же моменты, одни и те же случаи, одни и те же ситуации какие-то, жизненные даже этапы. Но хочу вам посоветовать быть твёрже, быть целеустремлённей. Даже если вы не имеете цели в жизни ещё на данный момент, я вам советую в ситуации, когда вас пытаются оболгать, когда вас пытаются ткнуть носом, когда пытаются просто смеяться над вами, неважно это специально, не специально, бывают разные моменты, не теряйте бдительности, не теряйте себя, не выходите из себя. Держите себя в руках, вы старайтесь быть спокойнее, выходите из любой ситуации достойно. Даже если вы споткнулись, упали, либо, я не знаю, что-то ужасное случилось перед вашими злейшими врагами, либо перед парнем, который вам очень-очень нравится, либо наоборот, вы парень, и это всё произошло на глазах перед девушкой, которую вы просто влюблены. Не теряйте бдительности, оставайтесь самими собой и не психуйте, не показывайте то, что вас это как-то задевает. Встаньте, отряхнитесь, идите дальше. Пытайтесь в таких случаях искать позитивные моменты. Я знаю, что это тяжело. Сейчас, когда я в свои 30 лет смотрю на себя, когда я была в 15-13 лет, я была очень амбициозна, я и сейчас такая, но тогда я была еще амбициознее. Это мешало мне как-то в некоторых моментах жизненных, и я не жалею, конечно, вообще ни о чем, что произошло в моей жизни. Было много недочетов, было много того, чего, мне кажется, не хотелось бы вспоминать. Но всё равно я, когда вспоминаю, я не то чтобы рада этому, я не считаю это чем-то плохим. Я считаю это жизненными этапами, которые мне пришлось пережить. У каждого они могут быть разные. Данные мои этапы жизни пересекались с моими подругами, и у нас практически идентичные этапы были, именно школьные. Какие-то знакомства, да, какие-то новые компании. Мы то вместе были, то порознь, у каждого что-то свое, но всегда мы оставались верны друг другу, мы никогда не бросали друг друга. Да, мы могли какое-то время не общаться с друг другом по каким-то разным причинам. Это не ссоры, это просто вот, знаете, как вам хочется что-то новое попробовать. Да, в те моменты я злилась, либо кто-то из девчонок злился. Опять же, это всё нужно пережить, принять. Если вы не примете это, если вы будете психовать, если вы будете злиться на всех остальных людей, если вы будете с ними скандалить, если вы будете просто невыносимым, это вам никак не поможет в жизни, и это никак не вернёт ваших друзей, это никак не вернёт вашу дружбу, то время, когда вы дружили. Такое поведение ни к чему хорошему не приводит. Также хочу ещё пару советов дать из разряда, когда уже уж совсем плохо, когда вы сделали что-то такое, о чём потом жалеете. Вы усугубили ситуацию в тысячу раз, по вашему мнению. Я советую просто так же засесть за каким-нибудь делом, заняться чем-нибудь тем, что вам хочется, тем, что вам нравится, либо посвятить себя чему-то другому на данный момент, не думать об этой ситуации, отпустить её, плыть по течению какое-то время. Потом просто иметь выдержку, иметь смелость, признать свои ошибки и исправить то, что можно исправить. Потому что если вы этого делать не будете, то во взрослой жизни вам будет очень тяжело. Во взрослой жизни вы будете очень много сталкиваться с такими ситуациями, когда вам кажется, что крах, вам кажется, что мир рупшится вокруг вас, вам кажется, что всё совсем плохо, что всем остальным на вас просто наплевать. Нужно уметь посмотреть вот так вот в глаза ситуации, которая легла на ваши плечи. Вы ответственны и должны нести ответственность за свои поступки, за всё, что вы говорите, за то, как вы себя ведёте. Поэтому имейте смелость, так как вы высказываетесь, так как вы поступаете с людьми, имейте смелость просто исправлять какие-то моменты, если вы обидели кого-то. Если получилась такая ситуация, что человек то-то, либо вы потеряли что-то важное, что-то очень огромное в жизни, имейте смелость признать свою ошибку и вернуть всё, если это возможно, на круги своя. Если это невозможно, то живите дальше. Живите и пытайтесь уже в будущем не делать таких ошибок, исправлять их, либо искать решения какие-то. Мне казалось это тогда, вот именно в школьное время, что я страдаю. Меня так это всё угнетало, многое мне не нравилось. Я ещё сама по себе такая вот прямо линейная личность. Я могу сказать иногда в глаза то, чего не нужно говорить. Я ещё удивляюсь вообще, как у меня были подруги, да. И мы с подругами дружили с самого первого класса. Пусть не так сначала хорошо, да, но вот с годами до окончания школы мы были лучшими подругами, мы были всегда везде. Даже после окончания мы были всегда везде. Я уехала в своё время в другой город. Мы стали реже видеться. Опять же, это давило на меня. Опять же, в какие-то моменты я чувствовала себя неуверенно, некомфортно, особенно знакомясь с другими людьми. Хочу вот ещё сказать по поводу каких-то переездов, перемены места, да, перемены школы той же самой. Вы не огорчайтесь, вы не злитесь на родителей, не всегда зависит от родителей то, что происходит в вашей жизни. Иногда родители сами узники каких-то моментов жизненных. И вы это всё поймёте, когда уже сами подрастёте, когда, наверное, будете так же иметь своих детей. Я считаю, вы должны понимающие относиться к родителям, потому что родители — это наше всё. Как я уже говорила, родители с самого малого возраста, они нас вот так вот держат, они нас везде ведут, направляют куда, как, зачем, как правильно. Обучают нас говорить, обучают нас, как кушать, ходить и всё остальное. И это бесценно. И вы должны быть очень благодарны своим родителям. Знаете, меня очень угнетают такие моменты, когда я вижу, либо слышу, как школьники, не важно, маленькие дети даже сейчас, разговаривают со своими родителями невежливо. И это не значит, когда вы там пререкаетесь, либо ещё что-то. Это всё вполне естественно, потому что я сама такая же была, даже сейчас, общаясь со своими родителями. И я, бывает, тоже пререкаюсь, но это всё на уровне шуток уже каких-то, потому что за такие долгие годы уже все друг друга настолько знают, и у родителей к тебе претензий никаких нет, потому что ты уже живёшь отдельно от них, и ты сам себе предоставлен. Они, по большей части, переживают больше за тебя как-то в глубине души, не показывая этого. Уже нет такого, что вот, зачем ты это сделала, вот, почему ты туда пошла, вот, там ты должна прийти во столько-то. Уже нет такого, но всё равно они переживают за вас. Вот даже сейчас, когда я живу вообще в другой стране, у меня родители остались на Украине. До этого я жила в другом городе, но я раз в год хотя бы, да, на месяц приезжала к ним и общалась с ними. Сейчас у меня нет такой возможности, потому что мне либо нужно решать здесь свои дела, либо уже уезжать отсюда, да, на родину и там жить. Я общаюсь с ними также по скайпу, и я всё равно чувствую вот переживания какие-то родительские, всё равно это чувствуется. А каких-то моментов в жизни я даже сейчас, наверное, иногда переживаю, когда вспоминаю, что вот можно было с родителями вот здесь вот немножко помягче быть, вот можно было вот так вот не делать, потому что родители — это наше всё. И я вам советую к родителям больше прислушиваться, потому что у меня есть брат, которому сейчас 15, вот 16 лет. Когда он был поменьше, я для него была просто примером, эталоном, и меня всегда родители ставили ему в пример, так же, как и моих взрослых сестёр ставили мне в пример. Это, по-моему, во всех семьях так. Тогда он ещё прислушивался. Сейчас я ничего плохого ему не желаю, я не говорю ему «делай вот так». У нас с ним хорошие отношения, и если он задаёт мне какой-то вопрос по поводу девушек, к примеру, я ему что-то советую, он не прислушивается. Меня сначала это выбивало из колеи, и я себя почувствовала как раз-таки вот на месте родителя. Как было моим родителям, когда они мне не желали зла, они просто вот советуют. Они не говорят «иди, делай так!» Они советуют. А мы это всё воспринимаем в силу того, что у нас гормоны, у нас амбиции. Мы воспринимали всё время это в штыки. И я вам советую не делать этого. Я вам советую просто быть мудрыми, прислушиваться. Знаете, как я считаю, что я выслушаю 100 мнений, но всё равно из каждого мнения возьму что-то своё, что ближе к моему мнению, и сделаю уже тогда выбор. Не буду делать это с узбухты-барахты, либо, как ещё есть пословица, семь раз отмерь, один раз отрежь, нежели наоборот. Будьте мудрее, будьте рассудительнее. Если вы будете такими, родители посмотрят на вас и поймут, что не стоит, наверное, слишком наседать на вас. Вы уже взрослеете, вы умнеете. Нужно иметь соприкасание с какими-то людьми во мнениях. Нужно знать, когда лучше промолчать. У каждого есть своё мнение, у каждого есть свои вкусы. И где-то, да, можно поржать, где-то так по-свойски, но это с друзьями. В каком-то обществе, которое вам не очень знакомо, лучше этого не делать, лучше промолчать. Вот честно, я не знаю, насколько длинное получится это видео, и понятно ли я вообще выразилась. Это будет первое видео из рубрики «Поговорим». Я, наверное, так назову эту рубрику. Если у вас есть какие-то предложения, как назвать можно ещё эту рубрику, болтовня, болтология, ещё как-то, не знаю, пишите в комментариях. Если вам также понравилось это видео, также ставьте пальчики вверх, либо пишите в комментариях. Может быть, вам что-то не понравилось, может быть, есть какие-то другие темы, на которые можно пофилософствовать, на которые я могу высказать своё мнение. Я буду рада общению с вами. Как я уже во влоге сказала, покупки уже вот здесь, и хочется чего-то человеческого. У меня на данный момент здесь вот есть знакомые, есть подружки. Но это всё так, знаете, поверхностно, потому что у каждого своя жизнь. А YouTube — это также у каждого своя жизнь, но здесь большая вероятность того, чтобы найти какого-то единомышленника и собеседника. Поэтому, я думаю, вы меня поддержите в этом начинании, и мы будем с вами общаться очень-очень часто. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось такое видео. До новых встреч. Пока-пока.